Всем здарова, народ! С вами я, Мэдрик, и мы, ребята, начинаем смотр демо FIFA 18. Что ж, в этом году EA Sports действительно приготовили для нас что-то новенькое, и мы должны взглянуть на это. Говорят, что FIFA 18 будет настолько реалистичным, что сотрутся границы между виртуальным и реальным футболом. Так это или нет, мы в скором времени проверим. Также появилась новая технология Real Player Motion, то есть просто изменили дриблинг до анимации. Ну и тут спрашивают, что если вы новичок, то вам, в принципе, помогут с помощью аренд игроков в Ultimate Team. Ничего нового. Ну и, конечно же, новая история Алекса Хантера, то есть продолжение. Хантер вернется, чтобы покорить всю Европу. Ну а мы, ребят, приступаем сразу без промедления, наверное, к матчам. Ну, для начала я вырублю эту музыку. Просто YouTube карает сильно за авторские права. Ну и первый матч, который я сыграю, это будет Челси и Манчестер Юнайтед. Точнее, наоборот, я выберу Манчестер Юнайтед. Ну и, конечно же, нужно, ребят, поставить легендарный уровень. Куда без него. Ну и заглянем сразу в руководство команд. Тут нам сходу предлагают, ребята, быстрые замены, но я ими пользоваться, скорее всего, не буду. Ну и первый косяк, который я заметил, то, что тут иконки форм очень маленькие. Прям очень. Ну и изменю я схему под себя, потому что мне так намного удобнее играть. Это 4-3-3 атакующая, когда Погба будет у нас свободным художником. Ну и, в принципе, тут ничего не изменилось. Все по-старому. Просто, ребят, все понятно. Итак, будем мы сегодня играть на Сантьяго Бернабео. Легендарные 4 минуты, ясно, погнали. Да, тренировки остались почти теми же. Единственное, что тут что-то вроде бы новое добавили. Но пока непонятно что. Лично я вот эту тренировку уже где-то видел. Манчестер Юнайтед Челси. Пример лига. Новое представление команды. И, конечно, тут комментатор, как всегда. Забыл я про комментаторы. Сори, ребят. Блин, прикольный стадион. Антураж подтянули по ходу. Хотя, ракурсы остались те же. Мне нравится, что здесь картинка стала сочнее, что ли. Ярче. Так прям сочная такая картинка. И как будто поставили режим HDR. Знаете, как у телевизоров у некоторых есть. Вот тут примерно похожая ситуация. Ну и вот представление новой команды, составов и ключевых игроков. Так, состав Манчестер Юнайтед. На ваших экранах. Ух, как классно выглядит состав. И как классно представляют игроков. Офигенно. Просто офигенно. Ради этого только можно играть в FIFA. Хотя многие уже через несколько дней будут просто скипать эти заставки. Потому что они им будут надоедать. Ну а кто хочет сохранить атмосферу до конца, буду смотреть их до конца. Как я, например, сейчас. Потому что я не видел эти заставки. Я видел только в настоящих матчах по телеку. Когда ты сам видишь, например, это все в игре. Тебе кажется, что по-настоящему все происходит сейчас прям на поле. Какой великолепный стадион. И, ребят, давайте начнем эту встречу уже. И посмотрим, что изменилось. Блин, и камерой по-другому стало выглядеть. Либо это просто новая камера, либо я все время играл на старых. Ну что ж, посмотрим, что вообще стало лучше. Да, добавили чуть-чуть эффектов на картинку. И игра смотрится намного сочнее. О, какая передача! Сразу скажу, что режим легендарный здесь стал намного интереснее. Походу, тут, ребят, реально немного изменена система сложностей. И я привыкаю заново и познаю ее заново. Ну а так, в принципе, игра сильно-то и не поменялась. Единственное, она стала чуть медленнее. Чуть больше борьбы стало на поле. Так, поль, поль с мячом. Поль проходит всех, поль. Да, легендарный уровень дает прикурить. Ну и все, так же осталось с точки зрения там тактик, всего вот этого. То есть, ребят, ну ничего в этом плане не изменилось. Единственное, что игроки, еще раз скажу, ведут себя по-иному. Ну вот, прострел. И Дехея пропускает первый мяч. Так, ну и тут нам предлагают сделать замену, да? Мата и Решорд. Нет, 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 нет. Ой, как хорошо сыграл Мухитарян. Как в реальной жизни прям. Уже другие комбинации надо придумывать. Уже борьба корпусом просто так не проходит. Уже и прострелы-то не проходят. Ух ты, а вот тут могло закрутиться. У Челси вышел на поле. Вильян и надо больше навешивать, судя по всему. Смотрите, навес просто проходит один за другим. О, какой гол! Залетает ворота Челси. Два головой в этой встрече. И вот так вот. Эрик Баи забивает свой гол. FIFA 18. Ну и забыл, я к трибунам подойти. Надо будет при следующем мяче подойти к трибунам, посмотреть. Смотреть, насколько трибуны счастливы. Интересно, а что будет, если подойти не к своим болельщикам? Болельщиков поменяли, да. Болельщики стали более объемными. Это уже отсюда видно. Но опять же, опять же. Видны, видны вот эти вот одинаковые болельщики. Вот отсюда даже вижу. Но думаю, что, ребят, к следующей части они уже это сделают нормальным. Ууу, штанга! Спасает сейчас Челси. Так. Лукако! Забивай! Ну как тут Куртуа тащит. Смотрите, а мы инициативой-то стали владеть. Вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Лукако. Насколько классно Лукако. Форвард таранового типа. Ну и мы тут разыгрывать пытаемся. И я хочу ударить, но не дают. Бокаюко просто спокойно забирает мяч и начинает уже свою атаку. Ну и пас на фланг. Мозес. Мозес с мячом. Делает подачу. Опять же, головой играют тут неплохо футболисты. Что там с финтами? О, нормально вышло. И нарушение правил, но не дали. Доработать до конца мне. И Матич предлагает сменить на Филейни. Я так и сделаю. Ладно. Воспользуемся быстрой заменой. Давай же Филейни. Вот он, кстати, голову умеет бить. Так, подача. Не тому. Не тому прилетел мяч. И борьба на втором этаже. Но тут по-любому выигрывает вратарь. Всегда. Всегда Фифе в таких моментах выигрывает вратарь. Пас пяткой. Поль Пагба. Лукако. А, Куртуа. Мало времени дается. Я хочу больше. Я хочу больше играть матч. Потому что то, что дает сейчас на МИЕ и Спорт. Четыре минуты. Но это ни о чем. Это ни о чем. Передачи на фланг. Кофсайда не было, кстати. Хотя мне показалось, что там где-то было прям близко к этому. О, по-моему, в спину толкали. Но судья свистит и говорит, что матч закончен. Счет 1-1. Сыграли в ничейку. Но и ничего. В принципе, мне понравилось. Мне понравилось. Могли забивать. Ну и, кстати, здесь не просто ничья, ребят. Здесь будет... Давайте в пенальте пробьем. Потому что в классике я могу просто добыть победы. Либо еще что-нибудь произойдет. Пойдемте в пенальте пробивать. Подготовка. Ага. Тут можно теперь сейчас поменять позу. Угу. Ну и опять же такой же разбег. И как разгоняться-то? А, надо на удар нажать, типа, сначала. О, нифига, ребят. Ты, получается, нажимаешь на удар сразу. Офигеть. Офигеть. А как же? Раньше раз гон же был. Они решили просто уйти от этого, что ли? Ну ведь, типа... Я бы хотел поменять прям в последний, типа, момент решение свое. Как-то беспонтового, что ли. Ну ладно. Допустим, это новое введение. Кстати, можно поменять в последний момент? Да, можно. О-о-о. Ну, а Куртуа понял, что я поменяю решение и... Ай! Ну все, я проиграл в серии пенальти. Это 100%. Не люблю я бить пенальти, блин. Да. Ну, Куртуа сегодня все тащит. Я стану сюда. Не знаю, что Моузес пробьет влево. Ай, ну в 9 пробивает. И все, мы проигрываем. Ну, видите, я никогда не умел бить пенальти. Мне было интересно лишь только посмотреть, что из этого выйдет. И вышло не очень все хорошо. Но новое введение. То, что теперь ты нажимаешь на удар только тогда, когда начинаешь бить пенальти. Да. Ты, получается, сразу выбираешь силу удара. А направление ты можешь поменять в конце. Ну, нормально, в принципе. Нормально. Зато люди теперь меньше будут промахиваться. Ну, я так думаю. Ну, Куртуа, конечно, мощный. Куртуа, наверное, будет лучшим игроком матча сейчас. Нет. Нет. Лучшим игроком матча признан, на удивление, хитарян. Ну и второй матч на сегодня. Это, наверное, ребят, Реал Мадрид Ювентус. И, ребята, давайте начнем эту встречу. Погнали. Легендарный уровень. Все тот же легендарный. Кстати, тренировки похожи. Такие уже тренировки были, в принципе, в FIFA 17. Но удары, к слову, другие. Удары другие. Все ощущается по-другому. Реал Мадрид Ювентус. Нет тут никакой, в принципе, заставки. Потому что играют два клуба из разных лиг. Но зато есть вот такое вот представление Реал Мадрида. Посмотрите. Какие трибуны. Какие классные трибуны. И какой классный буфон. И вот состав Реал Мадрида на ваших экранах. В воротах у Реал Мадрида по-прежнему Навас. Казимир играет в опорной зоне. Тони Кросс, Модрич, Варан, Рамос, Марселла, Карвахаль, Криштиану Роналду и Бейл. Мне будет интересно посмотреть на Криштиану Роналду и Бейла. Насколько они разные сами по себе. Потому что я, в принципе, в 17-й FIFA пробовал что одного, что другого. Единственное, что Бейл был потяжелее чуть-чуть. Ну и вот состав Ювентуса. Бернадески играет сейчас в составе Ювентуса. Игвай на острие. Дибала у них на ЦАПе играет. Ну или ложной девяткой является. Тут уже как по ситуации. Ну а мы, ребята, наверное, приступим сразу к манчу. И посмотрим, что преподнесет этот поединок. Так, ну и тонкая передача в исполнении Модрича и Бейл. Бейл смотрится намного быстрее, чем в прошлых частях. Заброс. Сейчас Роналду ускоряется и успевает к этому забросу. И если делать подачу туда куда-нибудь. Так, заброс опять. Да, проверяю забросы. Интересно посмотреть, что из этого выйдет. Ух, какой удар в исполнении Бензима. Да, новая эмблема у Ювентуса. Думаю, все уже давно заметили. О, какая передача получилась сейчас у Ювентуса. Так, забег от Роналду будет? Роналду хорошо сбежал. Тут как, знаете, такой вот заброский Исаевский получился. Жалко, сейчас навес не получился. Так бы еще и гол классный получился в итоге. Охренеть. Я сейчас молчал такое, типа, думал, что мяч не залетит, а тут Дебала. Либо Дебала просто взял, короче, и в девятку. Да, надо перестраивать схему, надо перекраивать состав. Вот, вот жду Пригара просто в будущем. Потому что знаю, что в карьерах будет интереснее играть. Ну, какой хороший удар, какой хороший удар вышел. Ну и снова можно, в принципе, убежать. Что и делать. Криштиан Роналду, но тут у него забирают мяч, он бьет. И попадает там в буфона. Так, Бензима хорошо зацепился за мяч. Удар и гол. 1-1. 1-1. Бензима сравнивает счет и бежит прям к болельщикам. Вот оно и празднование с болельщиками, как вы хотели. Ну и давайте все-таки сделаем замену. Ковачич у нас выйдет. Изменяющийся газон, это круто. Раньше такого не видно было на повторах. Но сейчас прям очень хорошо видно, как газон просто превращается в нечто. Так, ну и хорошо, Петроналду тут на фланге. Да, заброс, это читерская вещь. Еще какая. Так что в этой фифе вам, ребят, придется побомбить немного. Когда люди будут играть с забросами. И как хорошо, Бензима корпус поставил. И Буфон тут уже сыграл. Выше всяких похвал. Давайте все-таки упустим иска. Будем играть в другой футбол. Пол защиту заменим. И сами увидите, что футбол сейчас опять преобразится. Ну и все, ребят. Пока ничья. Давайте все-таки в классику сыграем. Я хочу выиграть эту встречу. Куадрадо. Подача. И забегайте кто-нибудь там. Нет, нет, нет. Во! Замечательно сыграли. Так даже не хотел, в принципе. И Белл. Да. Блади. Вот и все. Надеюсь. Мне просто надо было больше времени. Все мы понимаем, что 4 минуты это ни о чем. И какую нам там замену предлагают? Асенсию выпустить. Давайте выпустим Асенсию с его крутым ударом. Думаю, будет самое то. Ну и вот отличная передача. Ну что это? Немного не хватило, чтобы забить очередной мяч. Но ладно. И так сойдет. Пока 2-1. Пока 2-1 мы переигрываем Ювентус по всем статьям. И Ювентус почему-то, ребят, не может нам ничего показать. Заброс. О, какой заброс вышел. Просто идеальный. Идеальный заброс. Вот это да. Ну и мое фирменное празднование. И Фи-Фи. 17 я так делаю. Тут тоже. Но идеальный заброс. И как они проходят. Просто классно. Классно проходят забросы. Ну и Иск разобрался как батя просто. Красиво. Красиво. 3-1. 3-1. Уровень, напомню, легендарный. Хм. Заброс такой. Кто же опять пытался забросить. Ну и как Роналду-то хорошо отобрал. Криштиан Роналду. О, пытался обвести. Ну и тут забег. Забег в исполнении Куадрадо. Ну и Марселло не успевает вообще никак. И нас спасает сейчас Перекладина. Не везет Ювентусу. Ну и все, ребят. Матч закончен. Победа. С счетом 3-1. Нам просто банально надо было больше времени, чтобы победить. И это приводит к тому, что вот она первая победа в FIFA 18 на легендарном уровне. Я уже привык ко второму матчу к этому уровню. И уже чувствовалось чуть легче. Но все же интересный матч получается. И забросы здесь походу реально тащат. Ну а мы, ребят, на этом, пожалуй, прощаемся. Если это серия, либо этот выпуск соберет много лайков, я, возможно, еще что-нибудь запишу. Тем более, там есть много других команд. И, ребят, пишите команды, которыми мне стоило бы сыграть. Ждем. FIFA 18. Она действительно должна выйти крутой. Лично мне понравилось. Да. Скажу сразу, что ощущения очень неплохие. Да, и картинка стала классной. Вот она, яркость. Вот эта контрастность мне прям заходит. Я люблю контрастную картинку. Яркую картинку. И люблю такой вот антураж. Да. Ну а, в принципе, изменений не так много, как хотелось бы. Но когда выйдет полноценная версия, я, ребят, выскажу все свои эмоции и, наверное, косяки даже этой игры. Да. Ну а сейчас еще рано ее за что-то порицать. Есть, да, дисбалансная хрень. Но ее, думаю, пофиксит к основной части. Так что, с вами был Медрик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока-пока. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok